Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Задумались ли мы, почему Он это делал? В чем причина? И на самом деле, есть фундаментальная связь между нашей духовной жизнью и тем, что мы думаем о деньгах и как мы обращаемся с ними. Это очень важный момент. Мы можем пытаться разъединить, разделить нашу веру и наши финансы и сказать, моя вера не имеет никакого отношения к моему карману. Но это не так. На самом деле, то, как мы зарабатываем деньги, как мы их тратим и на что мы их тратим, очень многое может сказать о нашей духовной жизни. Я думаю, вы с этим согласитесь по мере того, как мы сегодня будем рассматривать притчу Иисуса Христа. На самом деле, деньги, они являются барометром нашей духовности. Они не хороши и не плохи сами по себе. Злые люди могут употреблять их на зло. Добрые люди во благо. Деньги нейтральные. Но то, как мы их используем, говорит о наших ценностях, наших приоритетах и нашей духовности. Они настолько много говорят, что Иисус определял даже спасение человека по тому, как он распоряжался своими деньгами. Мы помним случай, когда мытарь Захей пришел к покаянию, и он говорит, «Господи, половину имения моего я дам нищим, и если кого, чем обидел, воздам вчетверо». На что Иисус моментально среагировал. Он сказал, Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и ты, сын Авраама». Как Иисус узнал о подлинности его спасения? Немедленное изменение его отношения к деньгам было свидетельством его внутреннего духовного преображения. Как-то рассказывает Сэм Хьюстон, это был бывший губернатор штата Техас, известный генерал, политические деятели. И вот когда он пришел к Господу, обратился, принял крещение, то сразу после этого он сказал, что половину всего своего дохода я буду отдавать на церковь и на поддержку служителя этой церкви. Его спросили, почему ты делаешь такое решение? И тогда он сказал знаменитую фразу, которая потом много разошлась по церквям. «Мой бумажник, мой кошелек в кармане тоже прошел водное крещение». И интересно, можно и наоборот посмотреть, богатый юноша, который пришел к Иисусу, и он пытался, как мне приобрести жизнь вечную? Иисус ему сказал интересные слова. Сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение свое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. «И приходи и следуй за мной». И написано, услышал в слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус видел сердце юноши, он был одержим накоплением земных сокровищ. Иисус призвал ему к чему-то высшему, лучшему, накоплять небесные сокровища. Но Иисус знал, что имущество, деньги является Богом, идолом его сердца, и пока он его не свергнет, с этого пьедестала он не сможет на самом деле следовать за Богом. К сожалению, юноша выбрал другое решение и не стал следовать за сокровищем небесным. И вот сегодня я хочу, чтобы мы посмотрели на еще одну притчу Иисуса о деньгах. Иисус продолжает эту тему и использует сердце человека и его отношение к деньгам для того, чтобы показать его духовное состояние. На самом деле эта притча не о деньгах, это притча о сердце человека, далекого от Бога, но деньги показывают, насколько он был далеким от Бога. И эта притча о том, как научиться обращаться со своим имуществом, чтобы не стать похожим на этого безумного человека. Эта притча даст нам возможность представить в целом библейский взгляд на деньги, о котором Господь Иисус Христос имел так много чего сказать. Итак, притча о безумном богаче. Некто из народа сказал ему, учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Он же сказал человеку тому, кто поставил меня осудить или делить вас. При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот, что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой, и все добро моил. И скажу, душа моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, а не у Бога богатеет. Давайте мы посмотрим на непосредственную ситуацию, которая сложилась, почему Иисус рассказал эту притчу. Непосредственно перед этим событием Иисус проповедовал на очень важные духовные вещи. Он говорил о, например, опасности лжерелигии, лицемерной лжерелигии. Он говорил о хуле против Духа Святого как о очень опасном грехе. Он говорил, открывал божественные истины о Троице. Очень много важных тем. И вот в середине его проповеди кто-то резко его обрывает и говорит ему, выкрикивая из толпы, «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Этот человек на самом деле был равнодушен к тем духовным истинам. Его интересовало больше его материальное положение. И он любым способом хотел завладеть имуществом, которое, как он считал, принадлежит ему право на него. И вот движимый вот этим таким эгоиздомом и устав от нетерпеливого ожидания, когда Иисус закончит, он прерывает его. Его просьба, хотя и неуместная, и неудачная в этих обстоятельствах, все же не было чем-то необычным. Он признает Иисуса учителем, то есть раввином. И в обществе то он был нормальным положением вещей обращаться к раввину для урегулирования семейных споров или гражданских. И вот здесь он просит Господа, чтобы он ему помог убедить его брата разделить с ним имущество. Мы точно не знаем мотивы до конца, мы не знаем, был ли он прав или нет, но что здесь бросается в глаза, так это то, что он не просит Иисуса рассмотреть дело по существу, кто прав, кто действительно имеет право на это наследство. Но он просит вынести решение, убедить его брата отдать ему его часть. Некоторые считают, что он поступил как бы оправданно, и он действительно был несправедливо избавлен от своего имущества, но так как судебный спор был очень дорог, то он решил сэкономить и попросить Иисуса разрешить его. Другие, большинство богословов полагают, что человек задумал злое против своего брата, потому что, чтобы Христос помог ему осуществить его замесел, поскольку согласно закону старшему брату обычно принадлежала двойная часть имущества, его наследство как первородному, и даже отец не мог изменить это решение. И вот он хотел как бы заставить Иисуса изменить закон и обязать своего брата поделиться поровну, потому что это же справедливо, когда все разделяется поровну. Как бы ни было, но Иисус увидел в его намерениях, в его сердце жажду как обогащению, поэтому он обращается к людям, которые слушали с призывом «Беречься от любостяжания». То есть, скорее всего, что мотивы были этого человека не самые хорошие, но Иисус отказывается разрешать спор по существу, но обращается к более широкому кругу людей для того, чтобы обратить их внимание на эту духовную проблему. Интересно, что там очень такое слово употребляется, когда Иисус говорит эти слова, что при этом Он сказал «берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Вот это слово «любостяжание» в греческом языке «плеонексия» называется. Плеонексия звучит как какая-то болезнь, да? И на самом деле это что-то и есть вроде духовной болезни. Греко-английский лексикон Нового Завета определяет плеонексию как сильное желание приобретать все больше и больше материальных благ или владеть большим количеством вещей, чем есть у других людей. И вот здесь Иисус, Он как бы говорит, что изобилие человека, она на самом деле от этого изобилия не зависит его жизнь, да? И здесь опять же употребляется не слово «биос», которое означает «биологическая жизнь», но слово «зоэ», которое означает «осмысленная, целеустремленная, наполненная жизнь». И что Иисус хочет сказать, что от количества имущества и денег не меняется качество жизни в плане удовлетворения, в плане радости, счастья, наполнения этой жизни. Он говорит, что сколько бы ты не прибавлял, это не меняет качество в твоей жизни в плане духовного наполнения, в плане радости, в плане счастья, в плане довольства этой жизнью. И вот как результат Он рассказывает эту притчу. И вот если мы посмотрим на вот этого человека, там сказано, что он безумный, да, богач, но когда мы посмотрим на эту историю, очень многое есть, чем мы можем его похвалить. Очень много вещей Он сделал очень остроумно, очень, скажем так, очень думая наперед, как бы, что будет. Итак, первое, что это, конечно же, умелое управление бизнесом. Он сумел так организовать свой бизнес, своих рабочих, свои ресурсы, что он был уверен, что его житницы очень быстро наполнятся зерном, да, урожаем с его поля. И в его успехе мы не читаем никакого намека на какое-то жульничество или обман, или нечестность. Он вполне был способным воспользоваться богатым урожаемом своих полей. Следующее, что мы можем его похвалу сказать, это то, что хорошее знание рынка. Почему? Потому что он не продает излишки своего урожая, скидывая их оптом на рынок, потому что он знает, что если оптом уйдет все его зерно, это обвалит его цены. Обвалит цены рынка, он продаст его дешевле. Возможно, он также понимал, что есть годы более плодоносные, и есть годы менее плодоносные. Мы читаем это в бытие насчет Иосифа, да, было сначала семь хороших лет, семь потом скудных лет, и он думает, возможно, потом я смогу намного лучше и дороже продать. Он эффективно использует свои ресурсы. Смотрите, он не строит дополнительные житницы на своей территории. Он понимает, что его земля очень ценна, она произрастает урожай. Что он делает? Он не строит дополнительные, он хочет разбить старые, построит новые, только выше, больше, чтобы там поместить больше. Кажется, отличное решение. Бережное распределение средств. Он не проматывает все свое богатство сразу, как только он его получил, как блудный сын, не так ли? Он его рассчитывает употреблять на большое количество годов, постепенно пользуясь им. Мало того, я думаю, в мыслях его крутилось, что я его ж могу так же и одолжить кому-то под большие проценты, как говорится, деньги делают деньги. И кажется, умный, остроумный человек очень принимает четкие бизнес-решения, правильные. Можно его похвалить. И, кстати, если бы он сегодня общался с бизнесменами нашего времени, они бы сказали, да, это хорошее решение, это правильное решение. И тем не менее, Бог называет его словом Афрон. Безумец в нашем переводе. Если посмотреть словарь, это довольно крепкий термин. Он относится к кому-то безрассудному, даже безмозглому, лишенному здравого ума, невежественному, нерассудительному, лишенному знания и истины. В английском переводе там даже более жесткое слово «full». «Rich fool». Ну, мы бы, наверное, так в русском языке бы не переводили. Но о чем я хочу сказать, что, несмотря на все его, как ему казалось, умные решения, бизнес-решения, Бог называет его безумцем. Вот давайте посмотрим, почему. Почему Писание говорит, что он был безумцем. Итак, первое, потому что у него было отсутствие благодарности Бога. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. Каждый фермер это знает. Успех фермера, он зависит от обстоятельств и факторов, находящихся вне их контроля. Следовательно, они могут и должны быть благодарны Богу за его провиденциальный контроль над этими факторами. Фермер, он вспахивает поле, он сеет семена, удобряет, культивирует, возделывает землю. Но при этом, в конечном счете, он полностью зависит от внешних сил. И конечный результат его урожая зависит от Бога. Но вот этот безумный человек, он даже не вспоминает о Боге. Если он и говорит, то он не говорит с Богом, он говорит сам собой. Его мысли заняты совсем другие. Бог отсутствует полностью в его мыслях. И он считает, что это его заслуга. Это его ум, это его остроумие, это его бизнес, это его решение. Это он достиг успеха. В этом было его безумнее. Второй момент. Дух независимости от Бога. Мы видим, как простые решения на деньгах, о деньгах они говорят о духовном состоянии человека. Не так ли? Смотрите текст. И я выделил эти слова. Он рассуждал сам с собой, что мне делать, некуда мне собрать. Теперь смотрите. Плодов моих, житницы мои, хлеб мой, добро мое, и даже душа моя. Все мое. И это действительно говорит о его независимости, как он считал от Бога. Ему было, видимо, приятно подчеркнуть, что его плоды, его добро, в то время, как все, что мы имеем, на самом деле, оно принадлежит Богу. А нам все лишь это предоставлено для пользования. Мы являемся управляющими его имением, менеджерами, бессрочными арендаторами его имущества. Тем более, это относится к нашей душе. Следующее. Это отсутствие желания делиться своим изобилием с ближним. И скажу, душа моей, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Его планы на будущее не входил никто другой. Быть может, даже его семья, даже самые близкие люди, мы не знаем, но тем более кто-то другой. Безумием было не думать о других. Он мог бы, кстати, избавить себя от расходов, лишних дополнительных расходов, приняв решение поделиться своим добром с кем-то другим. Ему не надо было тогда строить ничего дополнительного, не так ли? Один комментатор очень хорошо сказал, «Нагота бедняков, дома вдов, рты детей – это те житницы, которые есть всегда доступны». Рты детей, дома вдов, нагота бедняков – это те были житницы, которые уже можно было положить это зерно. Но он об этом не задумывается. И Бог говорит, ты безумен в этом, то, что ты делаешь. Следующее – это ложная самоуверенность и недальновидность о своем будущем. Этот безумный человек, он был уверен в том, что он как минимум еще проживет сто лет. И он будет наслаждаться вот этим всем своим имением. Он не подумал, что одной молнии будет достаточно, чтобы вот эти все его житницы сгорели дотла. Он не подумал, что воры могли подкопать и забрать все. Он не подумал, что могло произвести много, множество событий, которые бы лишили его богатства. Но ему казалось, что его положение очень стойко и незыблено. Тем более он не думал о своей душе. Он забыл о том, что он смертный человек. О том, что придет время, когда ему нужно будет проститься с этой жизнью. Но тогда, на то время, он не думал. И последнее, это то, что безумие богача, оно проявляется в том, что у него было превратное представление об успехе и счастье в этой жизни. И Бог говорит, так бывает с тем, кто собирается кровь для себя, а не у Бога богатеет. Он считал себя очень успешным человеком. И вы знаете, даже сегодня многие люди меряют успех свой в жизни материальными вещами. У меня хороший бизнес, у меня хорошая зарплата, у меня хорошее образование, значит, я успешный, не так ли? Я могу позволить себе большой дом, хорошую машину, значит, я успешен, не так? Но Писание говорит, «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Это то, что произошло с этим человеком. Но еще больше и обман его было думать, что деньги, вот это имущество, оно гарантирует ему счастье, ему гарантирует удовлетворение в этой жизни. Потому что он говорит, так бывает с тем, кто собирает себя сокровища на небесах, для себя, а не у Бога богатеет. Так бывает что? Бывает, что внезапно вот эти надежды на счастье, они рухнут в один момент. Кажется, человеку у меня все хорошо, но в один момент все меняется. Буквально одна новость может поменять всю жизнь человека. И мы видим это в нашей жизни. Итак, сегодня, когда мы смотрим вот на эту историю, я хотел бы, чтобы мы взяли для себя некоторые уроки. Христос, основываясь вот на этой истории, он призывает слушателей, берегитесь любостяжания, то есть будьте на страже для того, чтобы не ставить целью, главной целью, главным приоритетом своей жизни накопление материальных ресурсов, как будто это гарантирует счастье и успех в этой жизни. И вот сегодня, смотря вот на этих пять факторов безумства этого человека, я хотел бы, чтобы мы вынесли каждый для себя в своей жизни важные духовные уроки. Как делать наоборот? Как делать так, чтобы мы не выглядели безумцами в глазах Божьих, в глазах Писания, чтобы мы могли принимать мудрые и правильные решения в основании своих финансов, своих денег и имущества. Итак, первое, это быть благодарным и благодарить Бога за материальные благословения. Вот чего не делал этот богач, считая свое богатство своей заслугой, своим успехом. Он не благодарил за это Бога. Бог вообще не фигурирует в его мыслях, словах, в поступках нигде. И в этом было его безумие. Но когда мы читаем Писание, Бог говорит, что наш успех, в том числе материальный успех, он зависит от Бога. Когда Израиль входил в обетованный край, Бог ему сказал такие слова. «Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. И чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие. Но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как наимене, завет твой». Вот это то, что говорит Бог в Своем Слове. Есть другое слово о том, что когда мы думаем, что это только наш успех, это наше решение, это наше усилие, Бог говорит, что, ибо кто отличает тебя? Это в послании говорится к Коринфянам. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы ты не получил? А если получил, что? Хвалишься, как будто бы не получил. Но Писание, оно идет дальше. Оно призывает не только быть благодарным Богу в сердце, понимать это своим умом и даже своими словами, но Писание говорит, что благодарность Богу распространяется дальше. Написано, что «Чти Господа от имения твоего и от начатков своих прибытков своих и наполнятся жительницы твои до избытка, и тачила твои будут переливаться новым вином». Это еще одна форма благодарности, когда человек, имея изобилие, имея успех, он благодарит Бога тем, что он жертвует часть своего дохода, часть своего изобилия для Господа. И это очень важная часть благодарности. Кстати, если мы посмотрим на богача, то у него была очень интересная ситуация. Смотрите, в этом тексте вот то, что Бог наполнит жительницы до избытка, это результат уже, когда человек сделал какое-то условие. Он исполнил условие. То есть он что сделал? Он чтит Бога от имения, и Бог, в свою очередь, он наполняет жительницы до избытка. А в случае с богачом, Бог сделал это по своей благодати. Богач не благодарил, богач не жертвовал, богач ничего не делал, и тем не менее Бог наполнил его жительницы до избытка. Просто по своей доброте. Просто по своему благоволению. И даже в тот момент богач он не вспомнил, что нужно хотя бы как-то поблагодарить Бога за то благословение, за то материальное благословение, которое Бог благословил его. В этом было его безумие. И на самом деле, друзья, наши деньги – это не просто циферки в наших онлайн-аккаунтах. Это не просто бумажки. Это не просто копейки. На самом деле, деньги – это наше время, это наши силы, это наши таланты, это наш труд, это наши усилия. И когда мы тратим свои деньги, мы тратим важную часть самого себя. Или на что-то хорошее, или на что-то плохое. И вот наше отношение к деньгам, оно на самом деле показывает наше действительно отношение к самому Богу. Вот почему он так много говорит в Писании о деньгах. И если мы говорим о чтить Господа от начатков имения своего, имеется в первую очередь десятина и приношение. И в других местах он призывает, чтобы мы воздали славу имени ему, каким образом? Неся дары, идя во врата, в дворы его. В следующем месте он говорит, принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь своего Бога, не открою ли я для вас ответствий небесных и не залью ли для вас благословений до избытка. То есть то же самое благословение, когда мы говорим, как чтить Бога от начатков имения своего. Хранилище. Сегодня много людей спрашивает, ну вот сегодня храма нет. Куда мне нести? Куда мне жертвовать? Ведь в хранилище уже храма нет, как было тогда. Но хранилище это то место, где хранится еда, не так ли? Где есть еда, где есть семена, возможно, которые можно взять и посеять. Сегодня для каждого из нас хранилищем является то место, где мы получаем духовную пищу. Где нас кормят духовно, где мы получаем благословение, где мы получаем семена, которым Бог благословляет нас. И вот вопрос наш сегодня к нам, как мы относимся к этой части благодарности нашему Богу. Я думаю, что мы знаем вот этот оборот, пословицу «бедный, как церковная мышь». Почему церковная мышь бедная? Когда-нибудь задумывались, почему бедный, как церковная мышь? Потому что считается, что церковь это то место, где еды всегда очень мало. Где ветер гуляет, где нет достаточно еды, где все самое второсортное может быть, которое не нужно. И мышь церковная, она сравнивается с мышью где-то, которая живет в наших закромах. Вот там есть еда, там хорошо, там эта мышь набирает весь вес. А здесь у нас бедные, как церковные. Но я верю, что братья хорошо смотрят за церковью, у нас нету церковных мышей. Но если бы даже они появились, хотелось бы, чтобы они не отличались от всех других мышей. Чтобы в доме там была пища, в доме был достаток. Чтобы в доме было то, чем можно было поделиться с другим. Это очень важная мысль, потому что, знаете, многие люди сегодня говорят, я не жертвую в церковь, потому что я не согласен с тем, как церковь тратит эти средства. Ну, здесь большой вопрос, если человек вообще жертвует или просто он так говорит. Но, даже если это так, очень трудно согласиться с простыми, но очень важными решениями церкви, как, например, перекрыть кровлю, чтобы не капало. Ну, я не знаю, какое еще решение можно принять, другое, более правильное, как использовать средства. Или хотя бы поставить забор для того, чтобы, ну, хотя бы машины проповедников не поджигали во время того, как они проповедуют. Я думаю, многие знают, о чем я говорю. Но я не буду сегодня и не хочу прессовать эту тему, хочу просто сказать одной притчей тоже. Представьте, человек приходит в ресторан, хорошо покушал, получил хороший сервис, хороший комфорт. И в конце, когда официант уже приходит, чтобы закончить это общение, он говорит, «Скажите, пожалуйста, а могу ли я заплатить в этом другом ресторане?» Это кажется смешно, да? Но иногда это бывает в реальной жизни. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы у нас не было бедных церковных мышей, чтобы мы могли чтить Господа от начатков имения своего. Итак, следующий момент. Нам нужно понять, что мы являемся не собственниками, а всего лишь управителями имущества, доверенного нам на время. Вот это очень важный концепт. Очень многие из нас не понимают. Нам кажется, все, что я имею, это мое, и это право собственности, и это я заработал, это мое. Но не до конца понимаешь, что когда мы приходим в этот мир, мы ничего с собой не приносим, мы ничего не сможем унести. Оно дается нам на время, когда нас не станет кто-то другой, другой будет пользоваться этим. И Писание открывает совсем другую перспективу. Но говорит, на самом деле мы являемся лишь менеджерами или управителями тех финансов, того имущества, которое Бог определил для нас. Смотрите, Писание нам говорит, Господня земля и все, что наполняет ее, все, что наполняет его, вселенная и все, что живущее в нем. В другом месте Бог говорит, мое серебро и мое золото. Нам кажется, если оно лежит в нашем сундучке, это мое золото. Но Бог говорит, мое серебро и мое золото, говорит Господь свобода. И даже Он говорит в послании Коринфян, «Или вы не знаете, что и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой». И вот управляющий, на самом деле, Он управляет активами в интересах владельца. Управляющий, Он как бы не имеет никакого права на имущество, хотя хозяин или господин, Он всегда относится с уважением к управляющему, с должной заботой, Он никогда его не обделяет. Но все же в этом заключается его роль, что Он распорядитель финансов. Как-то рассказывает о Джоне Уэсли, это известный евангелист 19 века, и вот как-то к нему подскакал на лошади возбужденный человек и сказал, «Сэр Уэсли, случилось что-то ужасное. Ваш дом полностью сгорел дотла». И вот Уэсли взвесил новость и спокойно ответил, «Нет, — говорит, — царь, знаете, дом Господа сгорел дотла. Это означает, что на мне одной ответственностью меньше». И, конечно же, у управляющего есть нужды. И хозяин всегда щедр, он не требует, чтобы его управитель, он жил в нищете, и он не возмущается, что мы разумно тратим на себя. Управитель может сам себе назначить разумную зарплату. Но если хозяин увидит, что управитель живет в роскоши, он покупает самый большой дом, выше, лучше, чтобы другие завидовали, самую дорогую машину, потому что это мой статус, самые дорогие рестораны, или там полеты бизнес-класс, или как у каждого своего. Придет вопрос в конце срока вот этого управителя, когда в своей притче, одной из других притч, Иисус говорит о том, как Господин привел своего управителя и спросил, «Дай отчет». Придет время для каждого из нас, дорогой друг, брат, сестра, когда Бог призовет нас, как управителя своих финансов, которые Бог доверил для нас. И Он скажет, «Дай отчет, насколько разумно, насколько правильно Ты потратил мои деньги теми, которые Я благословил Тебя». Это то, что говорит нам Писание. И поэтому, когда богач, он решил все тратить на себя, потому что это мои деньги. Бог называет его безумец. Следующее. Нам нужно видеть нужду нуждающих всех вокруг себя и делиться своим изобилием. Писание нам говорит такие слова. Кстати, вот здесь тоже очень интересный момент, когда мы видим связь между тем, как человек меняется и как меняется отношение к его деньгам. Отложить, он призывает нас в Писании, в апостол Павел, в послании к эфесянам, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях. И дальше он рассказывает, как это сделать. Он говорит, «Кто крал, вперед не кради». То есть изменение духовного человека, оно изменяет его отношение к деньгам. А лучше трудись. И вот здесь интересный момент. Для чего трудиться? Делая полезное своими руками. Для чего? И здесь есть четкая цель у Бога. Что бы было, из чего уделить нуждающемуся. То есть, если Бог благословляет нас в нашей работе, то есть определенная цель. Если у нас появляется какое-то изобилие в наших финансовых нуждах, то это не потому, что у Бога цель повысить уровень нашей жизни. Это для того, чтобы у нас была возможность уделить тем, которые нуждаются. Второе послание Коринфянам, там такая же цель записана. «Бог же силен, обогатите вас всякую благодатью». Здесь говорится именно о финансовом благословении, чтобы вы всегда и во всем имели всякое довольство. То есть, первое, Бог хочет обеспечить наши нужды, и Он действительно это очень хорошо делает, Он благословляет. Но для чего? Чтобы на этом не стоит точка, да? Написано, чтобы вы были богаты на что? На всякое доброе дело. И вот наше отношение к деньгам, оно показывает всю сущность нашего духовного состояния. Что польза братьям, если кто говорит, что имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? И смотрите, как Иаков, он определяет веру человека. Если брат или сестра ноги не имеет дневного пропитания, кто-нибудь из вас скажет им, «Идите с миром, греетесь, питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы». Это очень важный момент. Опять же, говоря о Джонни Уэсли, это был один из самых таких благочестивых людей своего времени и очень влиятельных, рассказывает, что у него была привычка отдавать весь излишек своего имущества, который он мог, на нужды бедных. Когда он был еще студентом, он учился в Оксфордском университете, то у него доход был 30 фунтов стерлингов в год. Это большая сумма была по тем даже временам. И у него сложилась привычка 2 фунта давать другим. Из 30 давать 2 фунта другим. Но по мере того, как его благосостояние росло, сначала до 60, до 90, потом до 120 фунтов стерлингов, он ограничил свои расходы, опять же, до 28 фунтов. А все другое он раздавал на служение, на ближних. Возможно, это был особенный человек, и нужна особенная вера, чтобы делать такие вещи. Но этот вот принцип, он работает в Писании, чтобы если мы имеем изобилие, мы могли не забывать, если мы видим нужду возле себя, вокруг себя. Потому что это то, что не делал этот богатый человек, и поэтому Бог называет его безумцем. Хадсон Тейлор, это известный миссионер, он как бы начал миссию в Китае, и он говорил, чем меньше я трачу на себя, и чем больше я даю другим, тем более счастливым и благословенной ощущается моя душа. Пускай Бог благословит нас и в этом. Следующее – это научиться тратить деньги и имущество, имея в перспективе вечность. Богатче он тратил так свое богатство, как будто, как я говорил уже, он хотел жить только сто лет или больше даже сто лет. Но здесь Бог говорит ему, что он безумен. Почему? Потому что в эту ночь твоя жизнь, то есть может быть короче, намного короче, чем ты думаешь. Я знаю, что все мы, конечно же, все мы согласны с фразой о том, что никто не может ничего принести в этот мир, никто не может ничего и забрать. И вот когда Джон Рокфеллер, это один из богатейших людей этого мира, умер, как-то к его бухгалтеру подошли люди, и их интересовало, сколько же Рокфеллер оставил после себя миллионов. И бухгалтер сказал крылатую фразу, которая потом разошлась на проповеди. Он сказал, он на самом деле оставил все. Бухгалтер не хотел говорить суммы, но он сказал правильную вещь. Он оставил все. Но Библия, интересно, что она говорит намного больше, чем люди знают на эту тему. Библия говорит, да, что мы ничего не можем забрать с собой в вечность, но мы многое можем выслать туда вперед себя. Мы не можем ни одного доллара, ни одной вещи забрать с собой, но Писание нам говорит, что свое имущество, свои деньги мы можем выслать наперед в Царство Небесное. Интересный подход, да? Написано, мы опять же читаем это, что Иисус сказал, если этому юноше, если хочешь быть совершенным, пойди продай имение свое и раздай нищим. И что тогда будешь делать? И будешь иметь сокровища на небесах. Он предлагает ему собирать сокровища на небесах каким образом? Раздав свое имение нищим. То есть, пожертвовав часть денег на нищих, он переводил их в небесную валюту. И это то, что не понравилось этому юноше, потому что его цель была накопить как можно больше ресурсов, как можно больше финансов. Это было против его души, против его ценности, и он ушел. Вот эту притчу, когда Иисус тоже сказал, он сказал, так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, а не у Бога богатеет. Вот этот безумный богач, он не богател у Бога. Почему? Потому что он не делился, он не жертвовал, он не делал добро, он жил для себя, и в этом было его безумие. Но Писание нас призывает богатеть у Бога. Джон Буньян, мы знаем, это известный автор путешествия Пилигрима, он писал такие слова. Все доброе, что вы делаете для него, если оно делается согласно Слову, хранится для вас, как сокровище в сундуках и ларцах небесных, чтобы быть вынесенным, как награда перед людьми и ангелами, к вашему вечному утешению. Я не знаю, в какой форме будут эти награды, в какой форме будут эти сокровища небесные, но я верю, что то, что человек делает с имуществом здесь на земле, оно меняет его состояние там в жизни вечной. Мартин Лютон сказал, «У меня было много вещей в руках, и я потерял их все. Но все, что я отдал в руки Божьи, тем и владею». Писание нам говорит, «Итак приобретайте себе, друзья, и богатством неправедным, потому что, когда обнищаете, приняли вас вечные обители». Это очень такая странная притча, но здесь Иисус говорит о том, богатство неправедное – это как бы земные ресурсы. Он говорит, чтобы обрести друзей, то есть изменить жизнь человека здесь на земле, нам нужно использовать эти ресурсы. Потому что для чего? Когда оно уйдет, когда закончится, когда мы его уже не сможем забрать, мы были бы приняты в небесные жилища, и наши друзья бы встречали нас на небесах. Я верю, знаете, что когда мы придем на небесах, очень многие люди подойдут к нам, которых, возможно, мы будем видеть в первый раз. И Он скажет, «Ты друг мой, потому что ты пожертвовал на ту или на другую миссию, и через эту миссию я пришел к Богу». Кто-то скажет, «Ты сделал добро, пожертвовал свои деньги на какую-то организацию, и я был насыщен и пришел к Богу, ты друг мой». И очень будет много таких странных встреч, когда люди будут называть, «Ты мой друг», хотя мы даже никогда их не видели. Это то, о чем говорит Писание. Это то, что мы можем делать со своими имуществом, со своими финансами, имея в перспективе вечность. Я думаю, мы знаем этого человека. Кто не знает, это Альфред Нобель. Это был 1888 год. И Нобель, он был известным шведским химиком, который сколотил свое состояние на изобретении и производстве динамита. Его брат Людвиг умер во Франции, но горе Альфреда еще больше усугубилось, когда он прочитал одну статью. Он прочитал «Некролог» во французской газете, но это был не «Некролог» его брата, а «Редактор» перепутал имена братьев. Это был «Некролог» самого Альфреда Нобеля. И «Некролог» был озаглавлен торговец смертью мертв. И в «Некрологии» Альфреда Нобеля описывается человек, который разбогател, помогая людям убивать друг друга. И потрясенной такой оценкой о своей жизни Нобель решил использовать свое богатство, чтобы изменить свое наследие. Когда он умер 8 лет спустя, он оставил 9 миллионов долларов, на то время это были огромные деньги, для финансирования наград для людей, чья работа принесла в пользу человечеству. Таким образом возник фонд Нобелевской премии, которые мы знаем сегодня. У Альфреда Нобеля была редкая возможность посмотреть на оценку своей жизни в конце и еще иметь шанс что-то изменить. И прежде чем его жизнь закончилась, Нобель позаботился о том, чтобы вложить в свое состояние что-то, имеющее неприходящую ценность. Это хороший пример, друзья, для каждого из нас. Это то, к чему призывает Бог, чтобы мы также не были названы безумными в том, как мы распоряжаемся своими финансами. И последний момент – это помнить, что наше счастье и наш успех в наших отношениях с Господом, а не в количестве приобретенного имущества. Кто-то говорит, кто-то говорит, счастье не в деньгах, счастье в их количестве. Но это неправда. Вот слова некоторых людей, которые дошли до самого верха в количестве этих денег. Джон Джейкоб Астер, один из самых богатейших людей, говорил, я самый ничтожный человек на земле. Джон Рокфеллер сказал, я сделал очень много миллионов, но они не принесли мне счастья. Эндрю Карнеги, один из богатейших людей. Миллионеры редко улыбаются. Генри Форд, я был счастливее тогда, когда я делал работу механика, а не когда стал бизнесменом. Кажется нам, что чем больше у нас будет финансов, тем больше будет счастья, тем больше у нас будет удовольствия в этой жизни. Но Иисус сказал, жизнь человека, то есть его полноценная, самая радостная, счастливая жизнь, она не зависит от количества, от изобилия его имения. Но очень многие люди сомневаются и хотят это попробовать на своей жизни. И пробуя это, всю свою жизнь, посвятив этому, они находятся вверху, где были вот эти люди, и убеждаются в этой истине. Бог говорит, кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от этого. И это суета, умножается имущество, умножается потребляющее его. Римляне как-то говорили, что богатство, это как морская вода. Чем больше ты ее пьешь, тем больше хочется, нельзя остановиться, но в конце, если увлечься этим, оно просто убивает самого человека. Друзья, я хочу просто сказать, что под влиянием средств массовой информации, телевидения, возможно, каких-то, каких-то ютубов и так дальше, у нас создается впечатление, что успешный человек, это тот, который накопил большой капитал, это тот, у которого есть большой бизнес, это тот, который живет в очень большом доме, который ездит на очень дорогой машине, это тот, который имеет возможность путешествовать по всему миру, им кажется, что вот это счастье, вот это успех. Я думаю, что мы обращали внимание, когда мама кормит своего ребенка и говорит, ешь много каши, вырастешь, будешь президентом. Или учись, сынок, хорошо, чтобы ты стал адвокатом или доктором. Мы не слышим, когда мама говорит, ешь много каши, и ты станешь диаконом или пастором или миссионером. Мы не меряем успех, мы меряем успех материальными ценностями. Но когда этот человек, он думал, что он успешен, на самом деле он был нищ, инак, и у него конец был не самым лучшим. Друзья, сегодня мы, многие, как родители, мы всю свою энергию возможно тратим на то, чтобы наш ребенок, он был образованным, он получил хорошее какое-то воспитание или хорошие какие-то навыки. И нам кажется, что вот это будет тогда успех. Но настоящий успех это знать Бога. И если ты знаешь Бога, если у тебя есть отношение с Богом, ты уже успешный человек в этой жизни. Неважно, какой объем твоего кошелька, сколько денег на твоем банковском счете, если ты знаешь Бога, если ты имеешь отношение с Ним, если ты можешь назвать Его своим Отцом Небесным, если твой ребенок может назвать Бога своим Отцом Небесным, если он не приходит в церковь просто для того, чтобы так хочется родителям, если он не принимает водное крещение, потому что так надо, но это есть его сердце, это есть его жизнь, это его решение, это его отношение, этот ребенок уже успешен. Другой друг, другой брат, сестра, мы сейчас будем молиться, но я хотел бы призвать тех из вас, которые еще не знают Бога, которые возможно очень успешны в этой жизни, хорошая работа, хорошая зарплата, хорошая машина, хороший дом, но дорогой друг, если ты не знаешь Бога, то ты беден и нищ, и наг, и у тебя нет никакого успеха в этой жизни, потому что эта жизнь, она не заканчивается в этот момент, что будет, если этой ночью, что будет, если этой ночью закончится твоя жизнь, уверен ли ты, что она продолжится вместе с Господом, Бог говорит, что благословенный Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, который благословил нас всяким благословением в небесах, и одно из благословений он называет, ты будешь наследником мне всего, что у меня есть, и это наследие намного больше любого богатства, для которого может достичь человек в этой жизни, можешь ли ты сегодня себя назвать наследником своего Бога? Субтитры создавал DimaTorzok